Наблюдая за отцом, я думала, что мне он понятен. Я чувствовала, что внутри меня есть что-то, что нельзя до конца накормить. Оно было похоже на темноту, которая только и просила о том, чтобы ее уничтожили. Где пролегала граница между этой темнотой и мной самой? Я не понимала. Я знала чувства, которые двигало отцом, им двигало желание выйти из себя. Вы слушаете подкаст «Вавилон Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон Берлин», герои подкаста «Вавилон Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свое убеждение, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Роман Оксаны «Восякиной степь». Сага об отце. Водители-дальнобойщики. В прошлом, блатном парне, самостоятельном мужике, который любит дорогу друзей и женщин. Любит дочь, которая не всегда ему понятна, потому что она учится в литературном институте и хочет быть писательницей. Сага о великой степи, которая открылась Оксане благодаря нелегким путешествиям с отцом на его огромной машине. История о людях, которых они встречают в дороге, и о пути, который меняет обоих героев. История книг, которые Оксана читает в этой дороге. Диалогию «Восякиной рано» и «Степь» обсуждают литературовед Юлия Подлубнова и театральный критик Нина Агишева. Запись сделана в книжном магазине «Новая рига Латвия». Мы используем фрагменты звуковой книги «Степь» в чтении автора с ее разрешения. Раньше «Степь» была садом. Люди построили растительные системы и выращивали в степи все, что им хотелось. В степи много солнца, и они снимали за лето по три урожая. Алые мясистые помидоры, бычье сердце, рыжие тыквы, огурцы и хлеб. Все это было в степи. Сейчас посмотришь, и кажется, что это одна сплошная солончаковая пустошь с голубыми облачками верблюжьих колючек. Но это не так. Если степи дать воду, она на многое способна. Потом люди ушли. Люди перестали заниматься этой землей. Настало другое время. Совхозы распались, как распадается луковая шелуха. Но трубы от растительных систем остались. Они стали ничьими. Они остались, как простые вещи, схороненные в песке и степных травах. Земля теперь ничья, и на ней ничего не растет. Степь раскрыта, и ты в ней как будто голая. Серая фура стояла посреди поросшей верблюжьей колючкой и полынью равнины. И мы жили в этой фуре пять дней, пока нам не пригнали кран, чтобы грузить трубу. Ждать в этом мире, мире простертого серого пространства, означало торопить события, навязывать им свою волю. Ждать было чем-то запретным. Необходимо было просто жить. Проживать каждую минуту. Прием пищи и отправление нужды. Спокойно и с вниманием. Прожевывать простую еду. Курить, потрескивающий от накопившейся за ночь влаги, синий Винстон. Все делать со вкусом. Жизнь коротка, сказал отец. Только из пизды вылетел, а уже в гроб метишь. Послушаем театрального критика Нину Агешеву. Это было потрясение, вот сродни, когда я молодой читала Цветареву. Прочитаю, наберу дыхание и ухожу куда-то в сторону, потому что мне надо это пережить. И вот так же я читала роман рано. Что там потрясает? Степень откровенности, казалось бы, да, я занимаюсь театром сейчас, театр последнего времени супер откровенный, но такого я не видела. И вот я тут позволю цитату себе. Оксана пишет, это в степи как раз. Ты же знаешь, как устроен язык. Я хочу быть такой же, как язык. Я хочу лизать рваные раны и чувствовать сколы в кости. Вот это такая проза. Причем это не чернуха. Это проза, в которой поразительным образом соединяется реалистичнейшей подробности. Нифы Древней Греции, причем это не какой-то там дедушка-профессор их пересказывает, и вы умираете от скуки. Это девочка из Сибири, которая училась в летненституте, читала их глазами, как в первый раз. И вот теперь она пишет потрясающе. И вот у нее, например, в ране лежит мать с отрезанной после операции грудью. Она сравнивает ее с Агатой, святой Агатой, которой тоже отрезали грудь. В степи. У нее там образ Сатурна, который поедает своих детей. То есть она вот эти все мифы берет. Вот Арахна. У нее потрясающий образ Арахны, который ткет. И что касается степи, то роман об отце. Я не знаю, у кого как, но мне кажется, что очень сложные всегда отношения с матерью и какие-то более простые у девочек отношения с отцом. Может, я не права. Роман об отце. Чтобы вы поняли, вообще о ком идет речь, вот вам цитата. Отец умер 10 сентября 2014 года. Ему было 47 лет, но выглядел он как старик. Степь ветром и солнцем объела его и состарила. Спит привел к параличу части лица и нескольких пальцев на правой руке. Менингит разрушил его мозг. Между этими днями была его долгая темная жизнь. И сам он был частью большого армейского тюремного дальнобойного тела. У этого тела длинная история, которая продолжается. Я не могу не сказать, что вот этот роман объясняет ту ситуацию, в которую мы все попали сейчас в России. Мы проводили фестивали НЭД, Новый Европейский театр, фестивали территории, мы обожали ярмарки нон-фикшн. А где-то там бурлила совершенно другая жизнь вот этих людей, которые представляет собой отец Оксаны. Я в свое время делала интервью с твоим любимым писателем Михаилом Шишкиным. Он мне сказал, что вся российская действительность, она лагерная действительность. Это вот гулаг, экстраполированный на все сферы жизни. И такие понятия, как шконка, параша, мы все знаем. И вот эта, собственно говоря, вот эта книга, это книга о насилии. И о насилии, я бы сказала, такого библейского, мифологического масштаба, который она, Оксана, показывает на примере жизни своего отца. Вот это насилие, оно начинается в школе. Там не разбирают мальчики, девочки. Армия. Потом вся наша жизнь – это символ насилия. Вот ее отец. Он, в общем, был очень неплохой человек. Он любил дочку. Он работал дальнобойщиком. И там есть очень тонкое замечание. Ему не важно было куда-то приехать. Ему важно было ехать. Вот ехать, ехать. Вот это вообще вся вот эта русская ментальность, полностью противоречащая европейскому позитивизму. Потому что русская ментальность – это мифологизм, вера в какие-то придуманные самим химеры, вот куда-то чего-то движуха. Фрагмент книги Оксаны Восякиной «Степь», который своей конкретностью может поспорить с восприятием Нины Агишевой русской идеи. Утро в степи ослепительное, розовое. Все пространство сразу заливает свет, потому что нет ему преграды в степи. Утомленный за ночь он начал подремывать. Машина шла по ровной дороге, и сон, как большая теплая ладонь, накрыл его. Он проснулся от скрежета и воя. Машина еще шла, но медленно. Он посмотрел в зеркало заднего вида. На дороге лежала большая железная лепешка бело-синего цвета. Два пьяных гаишника ехали с ночного гуляния и на скорости по 200 км в час вылетели навстречку. По встречке шел Мас, а в кабине спал мой отец. Маленький шустрый Мерседес зашел под фуру и, немного толкнув ее в пузо, весь сжался, раздавив внутри себя два размягших от пьянства и сна мужских тела. Отцу за это ничего не было, потому что было понятно, только Мерседес мог позволить себе такой маневр. Отец был уже почти глухой и скрежет металла сквозь сон не показался ему страшным. «Вот теперь я вам за всех отомстил», простодушно говорил отец. Смерть гаишников от его Маза казалась ему справедливой. Отец не чувствовал своей вины, да ее и не было. Даже если бы он затормозил, то по инерции шел бы еще какое-то время, а свернуть ему было некуда. На место приехали другие гаишники, они развели руками. Несчастный случай. Проверили его документы, накладные на трубу. С ожалением отметили, что проснись отец на полчаса позже, не встретил бы их на дороге. Мерседес вошел под него как раз за пару километров до поворота на поселок, куда те ехали ночевать. Отец схмыкнул и подумал, что не повезло им, потому что он спать не лег, а еще потому, что они козлы. Оксана описывает отца, его жизнь, как она была. Это экзистенциальное письмо, а не психологическое. Порой отец был крут, порой жесток, порой непонятен. И это завораживает дочь, захватывает писательницу. Отец был мне совершенно чужим человеком, чужим по-настоящему. Он был один, как валун на дороге. Ты можешь валун увидеть, можешь его погладить, но сказать ему ничего не можешь. А если скажешь, он тебя услышит, но не ответит. Мир кругом безответен. Я к этому привыкла. Отдельность отца разочаровала меня. Он меня разочаровал, но при этом очаровал своей отдельностью. Это было тяжелое лето 2010 года. Он встретил меня на вокзальной площади во Владимире. Последний раз я видела его в 2000 году на вокзале в Астрахани. Он пришел за минуту до отправления нашего поезда, хотя обещал отвезти нас с матерью на вокзал. Мать нервно курила у вагона. Я видела его из окна поезда. Светило едкое астраханское солнце. Оно прижимало к земле все живое, а мертвое оно делало еще более мертвым. Отец подошел на полусогнутых ногах, блаженно улыбаясь. Он принес сверток каких-то нелепых сластей и вязанку сушеной воблы. Он был весь разрушен. Его тело жило своей медленной жизнью, и лицо как будто спало и одновременно проснулось в другом, невидимом нам мире. То ли это было его не первым героиновым летом. Я не знаю, когда он совсем перестал колоться. Отец принимал наркотики всегда. Когда матери не было дома, он закрывал дверь на полотенце, чтобы четырехлетняя я не чувствовала запах химки. Но я все равно его чувствовала. Я смотрела кассеты на ворованном видике. У меня была кассета про двух псов и сиамскую кошку, которые говорили человеческими голосами. Дело писателя – показать явление, как оно есть, как оно было. Эта сцена сама по себе может возникнуть в уме читателя, который как будто видит хронику 90-х. Слово Нини Агишевой. Две книги Оксаны Восякиной – это а. катехизис борьбы за свободу женщины, и второе – это потрясающее объяснение того, что происходит сегодня в российском социуме. Плюс это великолепная проза, потому что на каких-то страницах ты просто плачешь. Но больше плакала я, конечно, когда она писала о матери, о ее болезни. Там много потрясающих эпизодов. Но там есть один эпизод, я вообще не знаю, как Оксана могла его описать, что ее отец, он пил, он укрывал краденое, когда они жили в Сибири, в Усть-Илимске. И вот эту, кстати, всю блатную бандитскую мифологию она дает потрясающе. Расскажу об эпизоде. Он напился и почему-то там придрался к матери. Оксана пишет, что он привязал ее к батареи и два часа насиловал и избивал. Ну, хорошо, даже если она изменена. После этого она вот приходила к девочке, Оксана тогда была девочкой, в очках, да, потому что, естественно, все лицо избитое. И после этого Оксана приезжала к нему, она чувствуется, что она любила отца. И вот это ее замечательное путешествие, когда она уже там со своей какой-то подругой, которая не стала ее постоянной подругой, но какой-то подругой, едет с ним на этой огромной машине через степь. Боже, как там переданы все эти запахи, все эти закаты и рассветы в этой степи, все эти колышущиеся травы. Я не знаю, но Тургенев и Бунин просто не отдыхают они, конечно, они уже там где-то отдыхают. Но это великолепно сделано. Это вот сделано, как сегодня современный писатель делает. Я вам эпизод воспроизвела, я от него не могла отойти и совершенно не могла понять, как Оксана, зная это все и зная еще много чего, имела с ним отношения и любила его. Как сказала бы Ахматова, здесь дело вовсе не в любви, дело в пристальном внимании к человеку, который тебе близок. Послушаем литературу веда Юлию Подлубнову с ее ответом Нине Агишевой. Я много читала именно фемпоэзии, где тема насилия была центральной. Для творчества Оксаны довольно продолжительное время она центральная, начиная вот с публикации «На кольте», где два текста про насилие, один Оксаны Восякиной, который начинается, вот подонок изнасиловал меня, а второй Шавловского Константина. Тема насилия это центральная тема вот для этого пространства, этого поля поэзии. И поэтому для меня не стала шоком эта сцена. Ко всему прочему, если вы вообще следили за тем, как развивалась Оксана Восякина, вы читали ее интервью. И они попали в книгу «Ветер ярости», она вышла в ЭСТ, она как раз состояла из переопубликованного вот этого сам издатовского сборника Оксаны. Такие маленькие тетрадочки делала, сшивала, номеровала и дарила всем желающим. Вот эта вот книга состояла из сборника «Ветер ярости» и интервью. И в этих интервью она вот как раз полностью раскрывалась. Она проговаривала такие вещи, которые с одной стороны есть в ее поэзии, но она была даже более откровенна. И про отца, и про мать она говорила, и можно сказать, что и рана, и степь выросли оттуда. Хотя, конечно, Оксана вот это такое целостное явление. Нельзя отделять ее поэзию от ее прозы, от ее других высказываний. Для меня «Рана» — это больше феминистское высказывание. «Степь» — это скорее роман о глубинном народе. «Степь» — она ближе скорее как раз к поэме «Когда мы жили в Сибири», где Оксана разбирается с пространством, в первую очередь, вот с этим голым пространством. Ну, как сказал Валерий Игоревич Тюпа, который анализировал сибирский текст, «Сибирь — это пространство могил». По сути, это ГУЛАГ, это не только ГУЛАГ, это колонизированное пространство. Вот «Когда мы жили в Сибири», Оксана показывает, как опустевает это пространство. С одной стороны, мертвые взывают к живым из этих могил, но живых-то уже там и нету практически. Очень сложно отличить мертвых от живых. И в Ране, и в Степи тоже выстраиваются особые отношения с пространством. Это проза, это проза пространства. И Степь, ну, я думаю, что Оксана вряд ли, конечно, имела в виду аллюзию к чеховской повести «Степь», но тем не менее, у нее получилось изобразить Степь не менее живописно, чем это сделал Чехов. Оксана, можно сказать, переписала заново Степи, а теперь Степь будет ассоциироваться в первую очередь с этим текстом. Мы вернемся после объявлений. «Голоса проигравших» подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. Распутин бежал по саду Юсупова и кричал «Все ей скажу! Все ей скажу!» Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах. Оксана Васякина «Роман Степь». Фрагмент звуковой книги используется с разрешения автора. Обсуждают литературовед Юлия Подлубнова и театральный критик Нина Агишева. Самое главное, что может сделать отец для дочери, это обсудить с ней ее творческий путь. Это очень важный эпизод книги. Отец указал пальцем на мой ноутбук и спросил, что я читаю. Я сказала, что читаю фрагменты ранних греческих философов. Зачем? спросил отец. Я и сама не знала, зачем. Возможно, за тем, чтобы понять, как устроен мир. Но ведь мир не понять, если читаешь философов, живших больше двух тысяч лет назад, сказал отец. Я тоже так думала, ответила я. Но, возможно, читая их, можно понять, почему мы сегодня такие есть. Я рассказала ему о Пармениде, который считал, что мир вокруг нас это шар, в котором нет прошлого и будущего, и мы существуем в бесконечном настоящем. В некотором смысле, продолжила я, бытие Парменида очень похоже на дорогу. Отец хмыкнул, назвав Парменида чудаком. А здесь у тебя что? спросил отец, указав на черно-белый киндл. Надзирать и наказывать, Мишеля Фуко, ответила я. Мишель Фуко не грек, сказал отец. Нет, он французский философ XX века. Его интересовало, почему мы сегодня живем так, как живем, и думаем так, как думаем. В этой книге он пишет о том, как устроена тюрьма. Я описала отцу принцип паноптикума, и он, внимательно выслушав меня, ответил, что тюрьму понимает только тот, кто в ней сидел. Ты понимаешь тюрьму? спросила я его. Я давно сидел, сейчас уже все по-другому, ответил отец. Но ведь принцип один и тот же. И отец, глотнув пиво, ответил, что принципы бывают только воровские, а тюрьмы строят суки и мусора, а у них нет принципов. Эту реплику, полагаю, можно запомнить надолго, но есть и продолжение разговора. Возможно, продолжал он, ты станешь большим человеком, большим русским писателем, как Горький или Толстой. Чтобы быть писателем, продолжал отец, нужна особенная, писательская мудрость. Писатель должен уметь любить и жалеть любого человека. Но для начала, обратилась я к отцу, нужно, чтобы писатель понимал, кто он сам. Может и так, ответил отец, но главное, жалость и любовь к другим. Я слушала его и не понимала, почему он с такой легкостью может поверить в то, что из меня получится писатель. Ведь я сама не очень в это верила. Мне казалось, что в жизни нужно уметь продержаться хотя бы до завтра. А чтобы быть писателем, думала я, нужно знать многое наперёд и быть уверенной в своей уместности в этом мире. Уместности своей я не чувствовала. Я чувствовала, что в Москве мы, и я, и отец, чужие, никому не нужные люди. Даже для себя и друг друга мы были лишними. говорит литературовед Юлия Подлубнова. То, что Оксана прибегает к автобиографическому и автопсихологическому письму, очень симптоматично, потому что с одной стороны сейчас все говорят про автофикшн, про становление автофикшн, там, начиная с памяти-памяти и так далее. Но если мы посмотрим, что такое автофикшн, ну, по сути, это автобиографическая проза, автопсихологическая проза, которая не там 20 лет, не 30 лет, но это очень характерно для русской литературы общий жанр. Начиная с Протопопа-Вакуума, я когда писала рецензию на Рану, я, собственно, сравнивала то, что делает Оксана, переоткрывает Сибирь для современного читателя. Как в свое время Протопопа-Вакуум действительно открыл Сибирь для тех, кто читал его в житие. Самое интересное, что вообще женское письмо, о котором опять-таки много говорили в пространстве феминизма. Женское письмо, оно вообще в принципе автобиографическое и автопсихологическое. И если мы посмотрим на женские тексты XIX века, это попытка обозначить свою субъектность, сконструировать свою идентичность, очень откровенно про себя рассказать. И можно вспомнить, например, Надежду Дурову и записки «Кавалерист девицы». Там вообще особая история, элемент трансгендерность и так далее. Но, тем не менее, оказывается, что довольно-таки традиционно в пространстве русской литературы вот этот вот приём, когда писательница приходит в литературу с такой своей яркой субъектностью и с феминистскими, ну, здесь разной степени феминистскими взглядами, да, не обязательно феминистскими, и начинает рассказывать свою историю. Но даже если мы говорим, что это не новое, это не значит, что перед нами не феномен, да, перед нами феномен, безусловно. И ещё я хотела бы сказать, что письмо Оксаны Восякиной очень физиологично. И опять-таки это женское письмо, это характерно для женского письма. Даже когда она описывает степь, когда она описывает там части какого-то сибирского ландшафта, она прибегает к физиологическим сравнениям, физиологическим образом. Много физиологических подробностей, натурализма, да, с одной стороны. Но с другой стороны, может быть, это как раз и создаёт вот это вот впечатление, что перед нами искренняя проза, которая вызывает такую реакцию. Отец Оксаны умер от последствий ВИЧ-инфекции. И это большая глава книги Степь. Когда твой отец умирает от СПИДа, это не то же самое, что сердечная недостаточность или инсульт. Одно только слово «спит» вызывает мутный стыд. Я видела отца за год до смерти, его лицо было наполовину мертво, а одну ногу он подволакивал при ходьбе. На фотографии к обновлённым правам он был похож на серого старика. Илона, чтобы скрыть тайну смерти, забыла о его измене и взяла под контроль все документы и похороны. Справки о его статусе она спрятала. Я приехала в Астрахань в недоумении. Отец звонил мне за три дня до смерти и хвастался тем, что научил медсестёр по три раза на дню протирать подоконники. За две недели до смерти его госпитализировали с острой головной болью. Он ехал пустой из Астрахани на Волгоград, но ещё с утра почувствовал, что с головой у него что-то не то и выпил парацетамол. На середине пути боль стала настолько сильной, что он еле доехал до ближайшего отеля и оттуда позвонил Фёдору. Повезло, что Фёдор был в Астрахани, собрал других мужиков, они приехали за ним на легковой машине, положили на заднее сидение и повезли обратно в Астрахань. В больнице на обезболивающих отец быстро пришёл в себя и не понимал, почему его не отпускают домой. Но больше всего его возмущало состояние палаты. Он лежал в самом запущенном крыле инфекционного отделения с другими ВИЧ-положительными им вывозили в чёрных пакетах. Первое обострение случилось с ним за год до смерти, но он, конечно, не придал этому значения. Зная своего отца, могу с уверенностью сказать, что он нигде не стоял на учёте, тем более в местном спеццентре. Он был в курсе своего статуса и относился к нему как к чему-то фатальному. ВИЧ представлялся отцу как заурядная болячка, от которой он был обязан умереть. Но когда это произойдёт, он не знал. И поэтому его время становилось временем повторяющихся предсмертных мгновений. Однажды эти мгновения должны были закончиться, и он принимал этот факт угрюма и с тоской. Говорит критик Нина Агишева. Умер он от спида, действительно, и вот она едет опять в эту Астрахань, на его родину. И вот это описание, вы знаете, оно безумно точное. Я поехала туда читать лекцию о пьесе Антона Павла Чехова «Чайка». Дело в том, что там очень красивый белый Кремль, а вот шаг в сторону, разруха, нищета, это был конец 80-й. Мне потом рассказали, что Герман своего Лапшина снимал там, потому что не надо было декораций. И вот Оксана едет в Астрахань по следам уже умершего отца, она там описывает мусор. Идет купаться в реку две девочки и мама их. Прекрасные девочки, река хорошая, но они каждый день идут мимо горы мусора. И вот обратно идут. И никому даже не приходит в голову, что вот эти горы мусора это такое содержание их жизни. То есть, что я хочу сказать? Помимо глубоко личной истории, которая является залогом любой хорошей книги, Оксана поразительным образом объясняет очень многие проблемы нашего социума. Но вот Оксана это всё пребосмогает и объясняет вот мне человеку, который, как мы все сейчас, переживает вот эту страшную травму того, что может быть вообще вся жизнь была напрасна. И вот все эти усилия там по продвижению нового театра. Вот она объясняет и говорит, почему это произошло. И говорит, что нет, не напрасно. Я считаю, что это просто грандиозная книга. Она тяжёлая. Как и рано, конечно, была. Но рано добрее. Там были какие-то вот такие точки за которые можно было зацепиться, типа там того, как она о Земфире пишет, например. Вот Оксана на последние деньги покупала этот первый альбом Земфиры в Усилинске, а я не на последний. Но вот по ощущению счастья, которое прозвенело вот этим голосом Земфиры тогда, это было абсолютно идентично. Кончается книга рано, что мама, я люблю тебя. Тут у неё очень сложные отношения, конечно, с отцом. Но если вы хотите понять многое про себя и главное про ту жизнь в России, которая сейчас происходит, эта книга всё объясняет. Он лежал в темноте, его череп был раскроен от уха до уха. Я заплатила проводнице за постельное бельё, достала его из пакета, застелила комковатый матрас и запрыгнула на верхнюю полку. День был красивый, я видела его сквозь глухую прозрачную стену. Белоснежное бельё соседки по плацкартному блоку вздымалось как ледник. Она сидела поверх одеяла, медленно пила чай из стакана и плакала. Когда она поставила подстаканник на стол, он тихо начал дребезжать. Заметив это, она поставила его на колени. Ей всё время кто-то звонил, и она тихо говорила в трубку короткие сообщения. Мать умерла, она едет её хоронить. У нас был траурный плацкартный блок. Мне было страшно увидеть отца мёртвым. Я боялась похорон и боялась мертвецов. Я испытывала отвращение ко всему, что было связано с ритуалом прощания. На поминках я старалась не прикасаться к еде. Казалось, что всё, что было на столе, являлось частью мертвеца. Теперь я должна была приехать на похороны отца, и мне нужно будет его целовать. Смерть отца, как и смерть моих приятелей, была странной и непонятной. Мне было обидно за отца и горько от того, что он внезапно умер. Одновременно с этим я чувствовала дурное облегчение. Отец был мне в тягость. Я старалась как можно реже говорить с ним по телефону, хотя от скуки он звонил с разгрузок, наши разговоры были пустые и муторные. Иногда он звонил пьяный и орал мне в трубку, что любит меня. От мыслей об отце мне хотелось исчезнуть. Я замечала его быстрое старение и понимала, что в скором времени он не сможет работать дальнобойщиком. В городе, где шмыгали маленькие надоедливые машины и стояли пробки, ему было тесно. Кругом были дома и степи было не видно. На второй неделе работы в городе он начал тосковать по простору и уволился. Я боялась дня, когда он не сможет ездить. Я всегда думала о самом плохом, ждала неприятных последствий, потому что знала, что хорошо бывает редко. А если что-то хорошее происходит, оно тут же съедается темнотой или рутиной. Юлия Подлубнова говорит о жанре романов степь и раны. Они оба построены как роуд-муви. Казалось бы, классическое роуд-муви. Главная героиня это, собственно, она сама. Вот она в первом случае везет прах матери в Устилимск, чтобы похоронить. А это очень непросто. Оказывается, урну провести в самолете это целое приключение. Далеко не самое приятное. Происходит такое репереживание, она переосмысливает и перевспоминает и, может быть, переконструирует свои отношения с матерью, которые были очень непростые. Потому что мать, как такая, не знаю, классическая мать, классическая, как предпочитала мужчина, не ребёнка. Во втором случае она едет с отцом, причём действительно неважно, куда они едут. Он приезжает за ней в Москву, потом они едут в Астрахань, потом у них случаются изменения в маршруте. Но это тоже не просто рот-молви, это репереживание, то есть переоткрываются и переконструируются отношения с отцом. Всякое путешествие, оно предполагает, что тот, кто в него отправляется, что-то новое узнаёт, открывает для себя целый мир и, может быть, становится другим. Это разговор в том числе и об идентичности. отношения с матерью показывают, вот это как раз феминистское начало, а отношения с отцом, ну, здесь Оксана плоть от плоти этого глубинного народа, и она не собирается отказываться от этого. Здесь феминизм тоже есть, здесь очень прямо там всё прописано, в том числе Оксана пишет про своих девушек, но здесь важнее переосмыслить то, что ей дала её принадлежность к глубинному народу, потому что отец это вот плоть от плоти этого народа. Оксана не прощается с ней, Оксана просто переосмысляет. Продолжает театральный критик Нина Агишева. Вот этот переход от меня к я, вот это и есть феминизм. Она обретает уже понимание себя и обретает возможность и силу самой каким-то образом решать свою жизнь. В Ране вот происходит этот процесс, мы его видим, а вот в степи она уже это, в общем, поняла почти. И для меня это более такое социальное вот такое явление. Там есть какие-то подробности, вот как отец в этой рубашке там в каких-то пальмах фотографирует её, но необычайно трогательно. Я счастлива, что вы вспомнили Чехова, я вспомнила Бунина и Тургенева. Написано это великолепно. Я буду сейчас ждать третью, хотя вот, честно говоря, я с трудом себе представляю, как сейчас в России выходит третья книга вот такого содержания, в общем, откровенно у представителей ЛГБТ, с безжалостными диагнозами общества. Ранним мутным утром отец стоял на площади Владимирского вокзала. Всё кругом было серое, горели леса, густой тяжёлый дым стоял в безветрии. Отец стоял в полурастёгнутой рубашке с коротким рукавом, хлопковых шароварах и чёрных шлёпках на босу ногу. Я подошла к нему, он обнял меня скупыми руками. Он посмотрел на меня так, как смотрят на своих взрослых детей родители, которые не знали и не видели их, пока те росли. Он двумя руками взял меня за плечи и, постаравшись быть приветливым, удивился тому, какая я большая. Мне было двадцать лет. Я не была большой, я была взрослой. Наша схожесть с ним была очевидна. Я была неуклюжей, немного косолапой двадцатилетней девушкой. Его походка была такой же комковатой. Я смотрела в его глаза, и он смотрел на меня моими постаревшими и выжженными временем глазами. Его рот был как мой, только без зубов. Он не перестал быть моим отцом за эти десять лет, что мы не видели друг друга. Он имел свое отдельное бытие долго, но материал, из которого он состоял, был идентичен моему. Сегодня утром я посмотрела на себя в зеркало и увидела, как мои веки постепенно стали опускаться. мои впалые глаза стали еще ближе к тем глазам, что я увидела тогда в привокзальном кафе во Владимире. Вы слушали подкаст с обсуждением книг Оксаны Восякиной «Степь и рана» фрагменты авторского чтения. С вами была Елена Фанайлова подкаст «Велон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе подкасты. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова